МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Разработка комбайнов и стратегия развития Гомсельмаша. Ход уборочной и ситуация в животноводстве, а также комплексное развитие региона. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Ветковский район. Город хорошеет и меняется на глазах. В Петрикове завершается комплексное благоустройство. Служу Отечеству! Наши корреспонденты пообщались с обладателем премии Человек-года в этой номинации сотрудницей Гомельской таможни Анной Романовой. Подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. Пожалуй, центральной темой этой недели на Гомельщине стала аграрная. 23 июля президент Беларуси Александр Лукашенко провел видеоселекторное совещание по вопросам уборочной компании, а 25 июля лично посетил нашу область. За развитием событий следили наши корреспонденты. Уже в начале селекторного совещания Александр Лукашенко подчеркивает его формат. Мне не нужны отчеты со множеством цифр. Я хочу услышать ваше мнение о ситуации в отрасли и перспективах ее развития в каждом регионе. Что касается конкретно Гомельской области, то по мнению президента, здесь необходимо работать с учетом изменения климата. Что мы будем возделывать в Гомельской области? Я понимаю, что у вас по суше было, чем у других. Слушайте, ну у вас что, погода хуже была по температурным режимам, чем на любви Украины? Нет. И не везде в Украине черноземы. Но они получают как-то урожай и нормально живут. Еще раз подчеркиваю, начинайте, собирайте специалистов, председать райсполкома и начинайте планировать, что и где вы будете сеять. Вся зима, яровые и так далее и тому подобное. Надо вовремя все делать. Климат изменился. Особенно на Прешине и у вас. Особенно у вас. О необходимости внедрения новых засухоустойчивых культур сегодня говорят и в хозяйство Гомельской области. Хотя назвать этот процесс очень уж активным пока тоже нельзя. В определенной степени это риск, а поэтому площади, занимаемые такими культурами, обычно невелики. За исключением кукурузы. В этом году ее посевы увеличились еще больше. Мы видим, что у нас есть проблемы с яровыми зерновыми. Мы увеличили посев кукурузы на сегодняшний день более чем на 15%. И увеличили посевы на зерно более чем на 50 тысяч. Мы видим, что за счет этой культуры мы можем получить дополнительный источник зерна. Потому что, Александр Горьевич, мы все делаем для того, чтобы сохранить урожай. Для этой цели, конечно, жестко принимаем меры для того, чтобы уменьшить потери. Есть бригады, которые сегодня контролируют. Конечно, прекрасно понимаем, что есть недоработки, которые мы обязаны устранять. Среди проблемных культур в этом году на Гомельщине вновь оказался рапс. Средняя урожайность – менее 11 центнеров с гектара. Полностью отказываться от этой культуры не будут. Однако, коррективы в структуру посевных площадей внесут. Если же не сможем подобрать площади для посева его в полной мере, а у нас стоит задача 60 тысяч, если мы не сможем подобрать данные площади, то мы, конечно, заменим эту культуру другой белковой культурой. Это зимая сурепица. Она менее прихотлива к погодным условиям, к почве. Поэтому чуть меньше дает урожайность. Однако, если посмотреть по затратам, то намного меньше и затрат для данной культуры. Продолжение разговора, начатого во время видеоселекторного совещания, на полях. 25 июля Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Ветковский район. Первый объект, который посещает президент – птицефабрика сельскохозяйственного предприятия «Беларусьнефть» особенно. Это пример того, как крепкое промышленное предприятие берет в свою собственность проблемное производство и делает его рентабельным. Хотя главу государства в этот раз интересуют не столько успехи, сколько видение руководителями существующих проблем и путей их решения. В последнее время на предприятиях агропромышленного комплекса страны все чаще отмечаются случаи падежа животных. Если вы не можете их прокормить, зачем пытаетесь растить? Это вопрос ко всем присутствующим. И опять причина в человеческом факторе. Где-то не смогли создать необходимый запас кормов, где-то нарушили технологии выращивания. На будущее. Западешь скота, сядете в тюрьму. 85 тысяч, по-моему, по прошлому году. 85 тысяч. Вы представляете, сколько бы это было мяса? Снабков, прямое поручение прокурору заняться, продолжать заниматься этим вопросом и давать результат. Есть. Это недопустимо. То корма плохие, то то, то это безалаберность. Просто безалаберность. Поэтому обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю. На полях сельхозпредприятия «Радуга-Агра» разговор о создании новой белорусской зерноуборочной техники и перспективах развития открытого акционерного общества «Гомсельмаш». В последнее время на этом предприятии сложилась непростая экономическая ситуация, вызванная большими складскими запасами машин. После замены руководства на «Гомсельмаш» стали отмечаться положительные изменения. Александр Лукашенко уверен, это предприятие нужно поддержать, однако помощь должна быть обоснованной. Что касается «Гомсельмаша», значит, это поручение Турчину. Это подключайте правительство, немедленно разбирайтесь. «Гомсельмаш» есть, был и будет всегда в стране. Вы уже в этом убедились. Это тогда, 20-25 лет назад, меня убеждали. А там не надо комбайна, ничего не надо, и «Гомсельмаш» надо продать. Сегодня мы видим, что это хорошая школа. Сегодня мы, я так надеюсь, увидим новый комбайн. Буквально за год созданный или за два поручения было на «Гомсельмаш». Это группа хорошая ученых, конструкторов. Ни в коем случае нельзя загубить эту школу. И техника эта нужна. Но шевелиться надо. Новый директор, собирайтесь и думайте. Но чтобы в будущем году мы перестали говорить о «Гомсельмаш» в отрицательном плане. Во время посещения Гомсельской области президенту показывают новую зерноуборочную технику. Комбайн на гусеничном ходу. Он уже неплохо зарекомендовал себя при работе на увлажненных землях. И так называемый газомоторный комбайн. Эта техника будет поставляться на экспорт, а поэтому нужно изучить все ее сильные и слабые стороны. Водитель-испытатель Виталий Гапоненко уверен, это действительно удачная и перспективная модель. Преимущество этого комбайна – стоимость топлива. Топливо в разы дешевле. Экономичность, экологически чистый. Стоит именно двигатель Евро-5. Стандартный Евро-5. И получается простота управления, как и на обычном самоходном комбайне, именно с дизельными двигателями серийного производства. Ну, управление здесь ничем не отличается. Все легко. Новой техникой президент остается доволен. Однако озвучивает одно обязательное условие, при котором она пойдет в серию. Цена комбайнов должна быть доступной для сельскохозяйственных организаций. Визит Александра Лукашенко завершается в ветке. Глава государства посещает открытый в прошлом году бассейн. Точнее, это блок бассейнов для взрослых и детей. Президент, который и сам является приверженцем здорового образа жизни, говорит, что такие объекты сегодня должны быть во всех районных центрах. Тем более, что они действительно популярны среди населения. Для Александра Лукашенко ветковский пример тем более важен, что в свое время эта территория пострадала в результате Чернобыльской катастрофы. Во время незапланированной встречи с ветковчанами президент в первую очередь обращается к ним со словами благодарности. Спасибо, что поверили мне. И остались здесь жить. Сегодня вот мы видим, что здесь жить можно, здесь жить нужно. Как бы ни было тяжело, сейчас везде нелегко, там вам легче не будет. Это чужое. А мы из Казахстана. О, так вы приехали отдохнуть или живете? Да, мы в отпуске. А в отпуске, видите, к вам уже с Казахстана, чистого Казахстана, огромного в отпуск проезжают. У нас санаторий хороший, красивый. Я знаю, я знаю. Ветка – это одно из красивейших мест. У всех самые современные телефоны. Значит, и без. Ладно, спасибо. Я хочу посмотреть, как чернобыльские районы с вами работают. Мы вас любим, приветствуем, уважаем, Александр Егорович. Всего вам хорошего. Я вас люблю. Первую встречу я вас встречала. Вот. Спасибо. Александр Егорович. Спасибо, пожалуйста. Так. Александр Егорович. Вместе детям тебе поручаю, раздай детям. Он горький, противный, но все любят. Первый в воскресе. Тише. Спасибо. Надай нам. Там детей нет, детям. Наверное. Да, детям. Наверное. Спасибо вам. Спасибо. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Валерий Габанько. Новости недели. На Гомельщине продолжается комплексное благоустройство населенных пунктов. И речь не только об областном центре, который неоднократно признанный лидер в стране по наведению порядка. В этом году масштабные работы развернуты в Мозыре. До конца 2019-го в Житковичах проложат около трех километров газопровода. Люди, которые бывали в Петрикове несколько лет назад, и вовсе его не узнают. Обновленные фасады и дороги, реконструкция жилого фонда и малые архитектурные формы. По райцентру вместе с заместителем председателя местного райисполкома Василием Березовским прогулялся мой коллега Александр Гавейко. В стране продолжается практика комплексного благоустройства населенных пунктов. Как видим, в год Малой Родины очеред дошел и до Петрикова. Наконец-то, сказали местные жители. Да, наконец-то дошел очередь и до города Петрикова. И приятно видеть результаты работы наших строителей, когда город преобразился очень сильно. Многие, наверное, десятилетия больших денег город не укладывалось. И это понятно, небольшой райцентр. Особо крупных предприятий вблизи не было. Сейчас, правда, надежда на Петриковский ГОК. Какие основные болевые точки были у населенного пункта? Ну, основные точки такие болевые были. Мы ставили перед собой задачу заменить в первую очередь все инженерные сети. Мы заменили 900 метров канализационных сетей, заменили около 4 километров водопроводных сетей, заменили 6 километров газопроводов, построили новых газопроводов. Заменили около 6 километров кабельных линий 10 киловольт, для того, чтобы обеспечить нормальное электроснабжение города. Поэтому я надеюсь, что вот эти все работы, которые мы провели, именно скрытые под землей, дадут в результате свой положительный эффект. И не надо будет нам в будущем нарушать то, что мы сделали, асфальт, который положили и дорожки, которые провели. Уличная дорожная сеть наша, которая у нас была, она уже тоже была довольно изношенная, старая. На сегодняшний день у нас уже отремонтировано около 15 километров улиц. Положен новый асфальт, установлены бортовые камни, проложены на этих улицах новые пешеходные дорожки. Частично выполнены дорожки из мелкостучной плитки, частично положили в асфальт. По жилфонду у нас, конечно, тоже были проблемы. На сегодняшний день у нас запланировано выполнить работ около 41 дома по текущему ремонту многоквартирных и 13 домов по капитальному ремонту. В принципе, работы по текущему ремонту у нас уже подходят к концу, к завершению. Но капитальный ремонт еще будет немножко продолжаться. Я думаю, что до конца сентября мы должны все это выполнить. Благоустройство Петрикова, прямое поручение главы государства. Какая задача ставилась тогда и какими оказались эти по-настоящему жаркие месяцы работы? Да, это было поручение главы государства. Оно было дано при посещении Житкович в 2018 году. И президент поставил перед нами задачу привести город в порядок в 2019 году. Завершается благоустройство нашего парка центрального. Завершены работы по центральной площади городской. Завершены работы по улично-дорожной сети. И определились, что будем ставить деревянные заборы по улицам. На сегодняшний день мы должны поставить около 14 километров заборов. Заборы решили ставить из дерева и покрывать просто пропиткой, для того, чтобы они остались натуральным деревом. И мне кажется, что это получилось довольно-таки красиво и оригинально. Выполнены работы по автовокзалу полностью завершены. По кинотеатру завершены работы. Они уже введены в эксплуатацию и действуют. У нас завершены работы по ремонту больницы. Два терапевтические отделения введены в эксплуатацию. Закуплена новая мебель. Заканчивается строительство нового стадиона. Также у нас завершаются работы по социальным объектам. Ремонты школ, детских садов. Вот у нас здесь рядом стоит школа-интернат, в которой тоже завершаются работы по ремонту. А сколько такие масштабные работы, если не секрет, обошлись бюджету? Ну, вообще, планируется вложение капсредств в город в течение этого года около 50 миллионов рублей. Здесь же у нас еще оказана спонсорская помощь. Белкалием в размере 2 миллионов долларов. Это 4,3 миллиона рублей. За которые у нас выполнялись работы по благоустройству улиц наших. Центральной площади, улицы Карла Маркса, улицы Первомайской. Вот это деньги, которые были спонсорские от Белкали. С центральными улицами все понятно, как видим, результат налицо. А что касается дворовых территорий, зрители всегда спрашивают, коснется ли их благоустройство? Да, коснется благоустройство дворовых территорий. На сегодняшний день уже наши дорожные организации приступили к выполнению работ по ремонту дворовых территорий. Конечно, сказать, что это будет 100% весь жилфонд нельзя, потому что недостаток финансирования. Поэтому дворовые территории обязательно будут приведены в порядок. Но, конечно, я еще раз хочу повториться о пределах финансирования, которые у нас есть на сегодняшний день. Как видим, государство вкладывало и вкладывает значительные средства в благоустройство, на ведение порядка. Как чувствуете, подталкивает ли это местных жить и работать красиво? Да, есть такое. Люди начинают уже тянуться за вот этой всей красотой, которая у нас в городе получается. Начинают благоустраивать свои дворы, начинают благоустраивать свои дома, приводить их в внешний вид, в эстетический вид. Делают новые заборы, сами ставят. Кто-то выкладывает тротуарчики возле своих дворов. Малая архитектурная форма, кто что может. Это тоже плюс. Да, это тоже плюс, конечно, большой. И приятно, когда люди начинают уже смотреть в сторону красивого. Спасибо за интервью. Успехов в делах. И до встречи в эфире. Спасибо. Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Мы говорим о главных событиях, уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Телефонный звонок, чтобы решить проблему или внести предложение. Прямую линию провел исполняющий обязанности председателя, первый заместитель председателя Гомельского облсполкома Геннадий Соловей. За три часа поступило 30 звонков. Спектр вопросов от качества воды до состояния дорог. Пенсионер из деревни Будалюшевская попросил, чтобы и на его улицу заезжала автолавка. Позвонили из-за городка Старое Село. Жители жалуются на перебои с водоснабжением. Отключение бывает и на несколько суток. В рамках прямой линии нередкими были случаи, когда распоряжения ответственным лицам давались сиюминутно во время разговора с обратившимися. И нововведение о выполнении этих поручений председателям районов предстоит доложить уже на очередном пленарном совещании. Практика показывает, благодаря такому формату общения с гражданами удается оперативно решать десятки проблемных ситуаций. Прокуратура Гомельской области усиливает контроль в аграрном секторе. В первую очередь речь о порядке на молочно-товарных фермах. Соответствующее поручение прокурорским органам дал президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Ветковский район. Глава государства потребовал взять под контроль ситуацию с падежом скота и привлечь виновных к ответственности. Кстати, подобные проверки органы прокуратуры проводят на постоянной основе. С начала года в области возбуждено 47 дел по статье «Служебный подлог». В этих случаях руководители предприятий искажали данные государственной статистической отчетности и занижали количество павших животных. Прокуроры области направили в суды 23 иска на сумму 20 тысяч рублей. Наиболее острая ситуация с падежом скота в Будокошелевском, Ветковском, Рогачевском и Жлобинском районах. В ближайшее время фермы ждут проверки. В Агргородке Азирана Житковического района состоялась церемония перезахоронения останков двух неизвестных красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны. Солдат нашли на прошлой неделе в деревне Бичанская Будда военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона. Останки перенесли в братскую могилу в Азиранах. Сейчас здесь похоронено 267 солдат. Один из них – уроженец Казахстана Жапаш Кожухов. 75 лет он значился в списках пропавших без вести. Новость о том, что место захоронения красноармейца установлено, сообщили его племянницы, жительницы Павлодара Зои Кожуховой. Чтобы посетить могилу родного человека, женщина преодолела почти 4000 километров. Более 200 человек из семи стран собрал слет ветеранов боевых действий в Гомельской области. Старт трехдневному мероприятию под названием «Память без границ» был дан у памятника воинам-интернационалистам, где участники возложили цветы и венки. Соревновательная часть встречи проходила на базе оздоровительного центра «Лесные дали» в урочище «Студионная Гута». В программе также концерты, экскурсии, чествования, показательные выступления бойцов и клубов исторической реконструкции. Новости недели продолжают цикл сюжетов, посвященных обладателям премии Гомельского облсполкома «Человек года». Напомним, специальная награда ежегодно вручается семи жителям нашей области. Сегодня рассказ о заместителе начальника отдела гомельской таможни Анне Романовой. Она одержала победу в номинации «Служу Отечеству». С «Человеком года» встретилась Светлана Князева. Анна Борисовна, женщина в погонах часто ассоциируется со строгостью требовательных отношений к окружающим. Вы знаете, солдат в юбке же, извините. Я хочу сказать, что это ошибочное мнение по поводу того, что женщина в погонах, она очень строгая. Жена в погонах, она обычный человек. Анна Романова делится. У нее прекрасный муж, надежный, со стержнем в характере. Одним словом, настоящая опора. Многие женщины рядом с таким мужем предпочитают не строить слишком амбициозных планов, например, в плане карьеры. Мол, это прерогатива мужчины. Но эта история точно не про Анну Романову. Она как раз привыкла рассуждать и поступать совсем по-другому. Должна быть цель какая-то. Ты постепенно следуешь к этой цели. Единственное, что я могу сказать, что все сразу не бывает. Все сразу, как очень многие хотят. То есть для того, чтобы чего-то достичь, это надо очень долго к этому идти. Надо работать, надо стараться и надо стремиться. Самоорганизованность, наверное, я бы еще сказала, очень важна. Ну, конечно, какая-то доля везения должна быть обязательно. Анна Романова со школьных лет привыкла работать на все 100%. Окончила 56-ю Гомельскую школу. Выпускники первого экспериментального класса которой поступали в Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины без экзаменов. Успешно окончила математический факультет. Получила второе высшее образование по специальности экономист-менеджер. Работать Анна Романова начинала учителем математики в Гомельском областном лицее. Но так сложились обстоятельства, что спустя год она попала на работу в Гомельскую таможню, где трудится вот уже 20 лет. Анна Борисовна, благодаря чему вы состоялись в профессии? В первую очередь я состоялась в своей профессии благодаря своим родителям. Потому что они помогли мне получить очень хорошее образование. На второе бы я поставила то, что на всем моем профессиональном пути встречались очень хорошие люди и очень большие профессионалы, которые научили меня, направили и помогли осознать вообще, что это такое таможня. Сегодня Анна Романова – наставник для молодых работников таможни. Активно участвует в общественной жизни коллектива. Является призером республиканского конкурса профессионального мастерства. Неоднократно поощрялась начальником таможни и председателем Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. Ей было присвоено очередное персональное звание на ступень выше соответствующего занимаемой должности. И теперь она – советник таможенной службы третьего ранга. Награждена нагрудными знаками Государственного таможенного комитета Республики Беларусь за отличие первой и второй степени. Указом президента Республики Беларусь награждена медалью за безупречную службу третьей степени. Вы счастлива, Анна Борисовна? Да, я счастлива. У меня очень хороший муж, у меня отличный сын. То есть все. У меня хорошая работа, в которой я состоялась. Поэтому на сегодняшний день, наверное, самое, о чем можно мечтать. Светлана Князева, Сергей Лукашук. Новости недели. Город глубоко Витебской области в седьмой раз собрал гостей на Вишневый фестиваль. Праздник уже стал визитной карточкой региона, обзавелся собственными традициями и даже своей королевой. В этом году в дегустации вишни принимали участие представители Грузии, Польши, Франции, Латвии, Литвы и других стран. А гомельчане на этой неделе могли посетить несколько новых выставок, либо гастроли Купаловского театра с нашумевшей постановкой. Подробнее об этом и не только расскажет Анна Корольчук. Нереальность, условность, символизм. Именно так можно охарактеризовать работы Владимира Слободчикова. Занимаясь трансформацией темы и образа, он создал свой узнаваемый стиль, который не вписывается в искусствоведческие шаблоны. Тонкая, едва уловимая насечка покрывает поверхность работы, создавая блики. Святотель мерцает на фактуре. Так автор лишает форму материальности. Во дворце Румянцевых и Паскевичей можно увидеть более 30 работ мастера, в том числе рельефы из цикла «Знаки на песке». Выставка получилась ретроспективной, так как известный скульптор демонстрирует свою индивидуальную позицию в творчестве более 40 лет. Он является почетным членом Российской академии художеств и членом Королевского общества британских скульпторов, а также заслуженным деятелем искусств Белоруссии и профессором кафедры скульптуры Белорусской академии искусств. Кстати, сам Владимир Слободчиков приедет на презентацию экспозиции «Сублимация формы» 30 июля. Один на 50 тысяч. Выставка графики Анатолия Щеголева открылась в Музее истории города Гомеля. В экспозиции представлены 25 рисунков, которые художник-карикутурист из Речицы сделал для газеты «Знамя юности». Очень выразительные, веселые и где-то даже ироничные рисунки Анатолия около года сопровождают статьи журналистов. На открытии экспозиции гости узнали, как при создании рисунка для газеты угадать размер деталей, правильно подобрать шрифт и цвет. Знаменитый спектакль Купаловского театра «Радиво. Прудок» завершил свои полесские гастроли в Гомеле. Постановку создали по одноименной книге минского журналиста и дворника Купаловского театра Андрея Горвата. В формате художественных фейсбук-дневников автор рассказывал про свой переезд из Минска в дом деда в деревне Прудок Калинковического района, про возвращение корням и родной земле. В спектакле заняты три актера, которые исполняют 15 ролей. Атмосферу дополняют 50 оригинальных треков, написанных участниками труппы, а также нарисованные от руки сложные световые проекции. За год сценической жизни постановка собрала 39 аншлагов. А напоследок обзор киноновинок следующей недели. 1 августа в прокат выходят три премьеры. Погони, перестрелки и скорость. Спецагент и стрелок Люк Хоббс вынужден объединиться со своим старым врагом, преступником Декардом Шоу, чтобы противостоять терроризму. Таков сюжет летнего блокбастера «Форсаж. Хоббс и шоу» с Дуэном Джонсоном и Джейсоном Стэтхэмом в главных ролях. Комедийный фильм ужасов «Маленькое красное платье» расскажет кровавую историю универмага в Южной Англии и проклятого платья, которое идеально подходит к каждой, кто его примерит. Оно делает женщину желанной, но у платья есть цена, и не каждый может ее заплатить. Подарок самый маленький – мультфильм «Руслан и Людмила. Перезагрузка». История любви артиста Руслана и принцессы Людмилы разворачивается в древнем Киеве. К счастью влюбленных мешает злой колдун Черномор, который похищает девушку. Руслан пускается в погоню, чтобы спасти любимую. С культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Павел Антонов. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова